В Нижнем Новгороде вынесли приговор женщине, которая спровоцировала ДТП. Под колеса автомобиля попали три человека. Даму, сидевшую за рулем, признали виновной, но решением суда потерпевшие остались недовольны. Подняться по ступенькам Герман еще месяц назад не мог без посторонней помощи. Мужчине сделали четыре сложных операции. В больницу он попал по вине Натальи Володиной. В ноябре 2008 года девушка на своем автомобиле сбила трех человек, в том числе ребенка, видовалого сына Германа. Я считаю, что если вдруг что-то когда-то понадобится, я всегда готова к этой помощи, прийти к своей трагедии, которая прошла ваша жизнь. Похоже, в искренность обвиняемой никто из присутствующих в зале не поверил. Раньше помощь девушка не предлагала. Это первые кадры с места аварии. Скорую вызвал кто-то из прохожих. Герману медики накладывают шину. Второму мужчине делают укол обезболивающим, но кажется, он серьезно не ранен. Маленького Андрея уже отвезли в больницу. Прямо они стояли и их резко как скосило. И коляска уже летит через дорогу. Вот так вот отсюда. Водитель Наталья Володина от медицинской помощи отказалась. Девушка, вспоминают очевидцы, была занята. Она не выпускала мобильный телефон из рук. Вышла из машины, стала набирать номер телефона. Какой-то люди подумали, что скорая. Но она обзванивала своих знакомых, собирая группу поддержки. А вот таким Германа видели на прошлом заседании. Пострадавший рассчитывал на то, что суд обяжет девушку выплатить материальную компенсацию. На лечение ушло много денег. Кроме того, маленький Андрей до сих пор наблюдается у врачей. От удара мальчик получил серьезный ушиб головы. Я просил наказание реального лишения свободы. Основная причина всего этого поведения, это именно безнаказанность. Что поведение на дороге, что поведение относительно всего случившегося. Достаточно такое наплевательское. Наталью Володину признали виновной, но не лишили водительских прав. Ее приговорили к одному году лишения свободы. Условно. По решению суда каждый месяц девушка должна будет отмечаться в местном отделении милиции. Артем Кол, Светлана Комарова, Игорь Ревягин, телекомпания НТВ, Нижний Новгород.